Комплект на выписку. Такого в магазине, конечно, не найти. Все голубое, да розовое, да белое. Модельером детской одежды Анастасия Куликова стала от скуки. Вышла в декрет и нужно было чем-то себя занять. Маленькое хобби постепенно переросло в дело всей жизни. Чтобы она приносила прибыль, Анастасия задумалась об открытии своего ателье и обратилась в службу занятости. Это, конечно, мне помогло вообще, в принципе, понять, как устроено ИП, ООО, как взаимодействует налоговая с людьми. В службе занятости девушки помогли составить бизнес-планы и помогли материально. Начинающие предприниматели могут рассчитывать на сумму небольшую, около 59 тысяч рублей, но явно не лишнюю. Тем более, что деньги эти возвращать не нужно. Но отчитаться за каждую копеечку придется. Еще одно важное условие – фирма должна проработать не меньше года. В 2019-м приятным бонусом воспользовались почти полторы тысячи самарцев. Мы оказываем гражданам, которые стоят на учете в Центре занятости в качестве безработных, единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Во-первых, нужно встать на учет Центра занятости, получить статус безработного, написать бизнес-план. Для Анастасии все эти формальности уже позади. Она мечтает о расширении. В своем ателье девушка трудится пока одна, но вскоре возьмет помощников. И всем тем, кто, как и она, еще только в начале пути советует не бояться. Тем более, что сегодня предприниматели-новички могут рассчитывать на государственную поддержку. Мария Левина, Николай Епифанов, События.